Сейчас уже новый закон части защиты обманутых дольщиков и цены на недвижимость наверняка пойдут вверх конечно вопрос насколько и на этот вопрос пока ответов никто никто не дает даже министр строительства и же российской федерации вы помните свою самую первую покупку то есть когда вы пошли вот и потратили собственные деньги мороженое 100 процентов а помните когда вы первые свои деньги заработали я играл футбол в детстве после того как мы заняли ну призовое место были такие серьезные соревнования потом выдали гонорар а инвестициями занимаетесь нет как вот человек который сохраняет и приумножает заработанные откладываю только на карточку стараюсь откладывать а что сегодня в экономическом тренде экономическом тренде больше айти об этом и говорил стенд объединенного города краснодара сочи новороссийская на форуме кого не послушаешь все говорят о себе мы инвестиционно привлекательные на чем основывается это утверждение для нашего города для нашего города это утверждение основывается на историческом вообще факте потому что краснодар является одним из наиболее привлекательных городов по части объем инвестиций в основной капитал в частности в южном федеральном округе мы стабильно занимаем первое место также доля краснодарского края в эконом в экономике российской федерации нам весьма существенно в инвестиционном рейтинге который проводится агентством стратегических инициатив край стабильно находится в десятке и поднимается в частности мы в 2018 году заняли уже шестое место поднялись на одну позицию с седьмого ранее инвестиционная привлекательность краснодар она зависит от числа компаний которые работают у нас у нас более 600 компаний только с иностранным капиталом либо с частичным либо с полным не говоря уже об отечественных инвесторах это уже реализованные проекты этой промышленной в нашей парке у нас уже два проекта реализованы и завод класс и проекты потребительской сфере это наши многочисленные гипермаркеты торговые центры и так далее российский инвестиционный форум это традиционная площадка для презентации инвестиционного экономического потенциала нашей страны и краевая столица впервые представила свой потенциал вот в контексте стенда объединенного с сочи и новороссийском почему на самом деле в этом году в части направления умный город нашими тремя городами я говорю про краснодар сочи новороссийского делали сделаны такие очень важные и существенные шаги мы стали членами международного клуба умных городов также город краснодар и город сочи вошли в пилотный проект минстроя умный город в связи с чем в связи с актуальностью этой темы возникла идея объединить на наши стенды краснодара новороссийской сочи представить объединенный стенд специализирующийся на направлении умный город представляя себя именно вот в таком ключе краснодар индивидуальность ты не потерял нет конечно потому что у каждого города да есть свои некие болевые точки я бы сказал которые мы рассчитываем решить применяя технологии умного города болевые точки краснодар они всем известны это и дорожное движение и сейчас в последнее время добавилась работа по вывозу мусора никуда не уходит вопрос из градостроительства цифровизации определенных процессов управления опять же система связи с гражданами мы планируем ее совершенствовать и еще более тема связи это то что называется обратная связь и взаимодействие и обратная связь принципе в москве есть система называется активный гражданин то есть когда граждане непосредственно с информационной платформы могут управлять определенными голосованием подавать инициативы взаимодействует с властью мы планируем в том числе раз поработать и с этим направлением нам очень важно связь с нашими жителями с гостями города видеть может быть те проблемы которых мы не видим взаимодействовать решать сообща вместе общие вопросы местного значения ну и как вот этот стенд поработал каков результат вы знаете результат на самом деле отличный у нас помимо самого внешней привлекательности этого стенда было большое количество встреч с потенциальными инвесторами заинтересованными в реализации инвестиционных проектов это и компания русатом компания ростех ее подразделение компания швабы и компания телеком это лидеры лидеры информационных направлений по умному городу в россии но было множество встреч тоже скам так называемых встреч на ногах с иными компаниями которые заинтересованы в реализации также стенд посещали коллеги из других регионов других муниципальных образований делились какими-то идеями наработками отрадно говорить что и федеральные чиновники да федеральное министерство поддержали наш стенд был был и топилин и наш куратор направления умный город андрей чибис который высоко оценил концепцию стенда высоко оценил наполнение стенда и радует что среди других подобных стендов а их было больше десятка именно стенд объединенных образований краснодар сочинного российского получил получил награду по линии умного города эта награда была получена вице-губернатором василием швецом так как мы находимся в стенде краснодарского края и действительно очень хорошо что стенд получила до такое одобрение награды уважение почет а дальше теперь ближе к жизни когда когда этот умный город начнет становиться умным на глазах простых горожан создана в администрации города рабочая группа проектный офис под председательством замглавы формируются те мероприятия которые мы планируем внедрять ну за разобраться дорожная карта мы рассчитываем на то что в марте будет проведена стратегическая сессия под председательством замглавы менструя андрея чибиса на которой мы совместно с экспертами с общественностью сформулируем основные идеи и направления умного города который мы планируем внедрять здесь краснодаре и эту дорожную карту представим уже непосредственно минстрой по которой будет работа но хотелось бы отдельно отметить что некоторые решения уже по тематике умного города они уже приняты внедрены на самом деле это и развитие парковочного пространства и система безопасный город наши камеры и развитие самоката велошеринга которым последний в последнее время много говорится это все элементы которые входят структуру умного города мы также рассчитываем что не только на федеральную помощь есть и проекты которые могут быть монетизированы так называемые quick wins быстрая победа то есть те проекты которые может может проводить непосредственно частный бизнес без привлечения государственных или муниципальных бюджетных средств мы предлагаем делаем предложение и уже тогда ищем кто на эти предложения откликнутся или к нам идут с предложениями ну на самом деле обе практики имеют место и наше предложение города мы в частности и на весенном форуме представили несколько предложений и также инициатива инвестора потому что основной вопрос конечно который возникает при предпочтении того или иного города для реализации инвестором проекта это поиск земельного участка возможность содействия органа местного самоуправления какие-то льготы преференции льготы преференции какая-то организационная поддержка поиск взаимодействия с ресурсно-собжающими организациями опять же вопросы генплана пзз эти все вопросы они у инвестора насущные и то как муниципальное образование будет готово с ним взаимодействовать этот момент тоже определяет настрой инвестор на реализацию и насколько город в шаговой доступности от инвестора вот по этим вопросам я уверен что город максим максимально близко находится у нас имеется институт проектного проектного офиса на котором мы разбираем те или иные вопросы которые возникают у инвестора при реализации инвестиционных проектов вот второй год подряд в рамках российского инвестиционного форума работала кейс зона это дополнительная площадка для участников желающих продемонстрировать свои проекты экспертам краснодар не поучаствовал ну части именно кейс зоны город краснодар поучаствовал давая отдельно давая свои предложения по части наполнения именно для стенда краснодарского края но у нас были также свои проекты представлены и на нашем объединенном стенде это и проект краснодарс новый тэц поселке знаменском ведь не секрет что сейчас активно прорабатывается планировка земельного участка полторы тысячи гектар нового земельного участка нового земельного массива который город получил с федеральной собственности естественно что у такого по сути города в городе у него будет определенный энергодефицит если мы будем пользоваться теми мощностями которые сейчас мы представили проект тэц уже в проекте текущей проекте планировки уже определен земельный участок порядка 40 гектар под размещение тэц мы сейчас прорабатываем с потенциальными компаниями которые уже заинтересованы в реализации этого проекта те возможности то есть потенциальные инвесторы найдены на этот проект ну пока предварительно да мы уже мы уже активно работаем в этом направлении уже запланирован ряд встреч ближайшее время определенно у этих инвесторов есть вопросы по по тем такие вопросы как поиск мощностей что будет на этой территории какую какую поддержку окажет город что с земельным участком как его увлекать по каким механизмам его увлекать и на эти вопросы необходимо найти ответы и организовать взаимодействие мы продолжим с вами разговор после короткой рекламы на нашем канале продолжаем разговор с заместителем директора департамента экономического развития инвестиций и внешних связей города краснодара артемом анатским вот первой части программы проговорили про проект по строительству новой тэц и насколько известно был еще один такой очень масштабный проект это строительство лифта строительного завода в поселке березовым какой эффект вот этот проект произвел на участников форума действительно проект очень актуален его выбор опять же характеризован тем что большой объем во-первых жилищного строительства в городе краснодаре и краснодарском крае это наша стабильная развивающаяся отрасль мы входим в пятерку лидеров краснодарский край по объему жилищного строительства в российской федерации также у нас активно сейчас работает программа по капитальному ремонту многоквартирных домов и замена лифтового оборудования это обязательно часть этой программы поэтому проект действительно интересный проект действительно актуальный город предлагает под этот проект площадку поселке березов находящуюся муниципальной собственности эта площадка уже приведена и по генплану и по правилам землепользовательной застройки в надлежащий вид под размещение промышленных производств мы сейчас активно работаем с потенциальными инвесторами которые готовы зайти на реализацию проекта потенциальный рынок сбыта он довольно таки большой но инвестор найден ну пока стоп стопроцентного подтверждения нет но есть заинтересованные лица которые сейчас прорабатывают возможность реализации этого проекта обращаются в администрацию за получением дополнительной информации и мы активно работаем то есть основная цель выставления проекта в сочи конечно поиск инвестора и мы радуем рад нас радует то что есть уже обратная связь мы ее получили и по тэц и поле автостроительного завода сколько соглашений в общей сложности город заключил именно на этом форуме 10 общий объем инвестиций у нас составил более 17 миллиардов рублей инвестиции диверсифицированы это стабильные наши отрасли как строительство жилья есть такие такие соглашения но опять же мы говорим и о промышленной сфере и о транспортной и о логистике о сельском хозяйстве радует то что эти соглашения не просто некие рамочные документы это уже принципе проработанные проекты есть понимание и по объемам финансирования инвестора и по механизму реализации не стоит забывать что обязательным условием заключение соглашения является дорожная карта по реализации того того или иного инвестиционного проекта и там уже расписаны даты и сроки которым надо реализовать пошаговая форум сравнительно недавно завершился но вот по тем соглашением которые заключены что уже в работу прям пошло ну частности в работу пошло уже строительство торгового комплекса на западном обходе компания 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 ромикс уже она активно ведется и мы надеемся что скоро уже будет запланирован ввод в эксплуатацию данного объекта также строительство жилого комплекса абрикосова в районе улицы восточной крыльковской тоже уже получено разрешение на строительство на строительство и естественно что там все соответствует и генеральному плану и опять же это довольно таки насущная тема для нашего города и вот какие планы строю краснодар оправляясь на риф 2019 и насколько удалось может быть превзойти ожидания или сработать вот как вот по плану хочу вам сказать сейчас честно мы превзошли свои ожидания почему потому что стенд на самом деле он вызвал очень большой интерес очень вы не ожидали что такой интерес да не ожидали и интерес не только да там каких-то простых посетителей форма допустим там с других регионов вес интерес в первую очередь у инвесторов потому что программу пришлось буквально дорабатывать уже непосредственно дни форума потому что поступали заявки на встречи на презентационную часть на рассмотрение потенциальных точек для взаимодействия между администрации города и потенциальными инвесторами буквально мы из запланированных встреч да мы там условно говоря запланировали 6-7 до форума было проведено чуть ли не 2-3 раза больше здорово да и не только такая ситуация у нас администрация города и остальных муниципальных образований я говорю про новороссийской сочи такая же картина то есть буквально это объединение да вот мы рассчитывали конечно на сценарий энергетический эффект но он превзошел все наши ожидания здорово вот из тех проектов которые планируются реализовать в нашем городе ведется ли речь о возрождении производств которыми в свое время славился город краснодар в количественном скажем отношении но то же время и в качестве но опять же да многое многое делается не то не только там в рамках форума в принципе в том числе администрации делается по развитию промышленных производств это и непосредственно машиностроение и когда обрабатывающая промышленность только в прошлом году мы внедрили льготы по земельному налогу для управляющих компаний резидентов промышленных парков городе их уже два это и промышленный парк краснодар поселке дорожном и промышленный парк борец как и зб тоже проекты реализованы мы в этом направлении очень активно двигаемся и на форуме одно из соглашения но подразумевает строительство обувной фабрики компании карнета в поселке березовом надеемся что этот проект довольно таки амбициозность большим объемом финансирования с большим созданием рабочих мест будет реализован и таким образом мы создадим принципе такую точку притяжения точку развития в том числе и пригородных территорий которых идет речь в том числе и стратегии краснодарского края наши разрабатываем стратегии муниципального образования город краснодар стратегии развития краснодарской агломерации речь идет о развитии периферийных территорий и реализуя такие проекты о котором я сказал, это фабрика Корнета, мы рассчитываем найти точку притяжения людских ресурсов для, в частности, поселка Березово и ускорить его экономическое развитие. А наукоемкие производства нам интересны? Мы движемся в сторону их воплощения? Также активно работаем в части наукоемких производств. В частности, губернатор заключил такое соглашение по заводу тяжелого машиностроения с компанией Южный завод тяжелого машиностроения. Это довольно-таки амбициозный проект с объемом инвестиций 3 миллиарда рублей, при подписании которого присутствовал министр промышленности Российской Федерации Денис Мантуров. Мы рассчитываем на то, что проект будет реализован, и администрация города в своей части окажет все необходимые меры поддержки. И в том числе и этот проект, он положит свой кирпичик в индустриальное развитие города Коснодара. Также те проекты, которые мы заявляем, по линиюмного города, это опять же, в принципе, наукоемкие проекты, потому что это IT-инфраструктура, это инфраструктура сложных наукоемких приборов, я говорю, и о различных устройствах непосредственно для воплощения IT. Это умные датчики, умные светофоры и так далее. Это все элементы точного машиностроения, это элементы наукоемкого производства. И мы, говоря о том, что планируем внедрять систему на город, говорим в том числе и о точке притяжения Краснодара, как возможного места производства для этих компонентов. Наряду с традиционными для РИФа темами развития регионов, в программе обсуждались и новые направления, например, социальное предпринимательство или социально-экономического развития лучшей практики. И Краснодар принимал в этом участие? Естественно, делегация муниципального образования города Краснодара, она по максимуму старалась посетить и круглые столы, и иные мероприятия, которые проводятся под эгидой Росконгресса. В частности, я знаю, что члены делегации точно принимали участие в рамках этих мероприятий. Отрадно, что такие вещи, как социальное предпринимательство, они ставятся во внимание, во главу восприятия на таких серьезных мероприятиях. Потому что речь не только на самом деле об экономике на форуме, речь и о создании общества, функционировании общества как полноценной системы. И мы не должны говорить только о каких-то деньгах, об инвестициях, мы должны говорить вообще в принципе о взаимодействии. О жизни человека. О жизни человека, о жизни людей, о воплощении людей. Потому что цель на самом деле не погоня за какими-то деньгами, ну не только в этом, да. Цель вообще в создании полноценного общества гуманистического и следующего современным каноном. И комфорта. И комфорта, конечно, конечно. Поэтому и форум, он не ставит какие-то круговые строения только с точки зрения экономики. Есть и направления в части социальной инфраструктуры, есть направления в части каких-то элементов природоохранного законодательства. Форум многогранен. Краснодар в этот раз получил принципиально новый опыт? Да, конечно. Мы вот в этой части получили опыт взаимодействия с городом Сочи и Новороссийском, как такой синергетический эффект. Больше хочу сказать, те связи, которые мы установили с коллегами, они и сейчас работают, уже после форума. Мы общаемся по всем вопросам, в том числе и по внедрению вот этих технологий умного города. Очень отрадно, что работа была выстроена положительно. Мы, в принципе, наладили не только такие рабочие связи, но и личные связи. И надеемся, что наше взаимодействие... Личное будет помогать в обществе. Да, наше взаимодействие, но будет в том числе и благоприятствовать нашей общей работе. Спасибо за беседу. Спасибо вам большое.